Адские условия труда и низкозаработная плата. Именно так отзывается о своей работе водителя одного из крупнейших автотранспортных предприятий региона. По мнению водителей, всему виной некомпетентное руководство. Мы любим свою работу, мы работаем нормально, но условий никаких не стало. Нам каждый день нервотроп, каждый день нам какие-то новые приходят на работу с выходных и каждый раз что-то новое узнаешь. То это не так. Новые зарплаты, да, получали. Вот у меня квиточек начислено столько, 10 тысяч я брал аванс, а зарплата у меня на руки 2 700. И как мне прожить на эти деньги? Хотя у меня не было ни лишений, ни за что, как говорится, ни нареканий. Ну не было у меня ничего такого. Под петицией на имя гувернатора подписались 40 человек. Они просят сменить руководство предприятия. Однако сами начальники все обвинения в свой адрес отрицают. Прокомментировать ситуацию согласился замгендиректора Сергей Иванов. Ни для кого не секрет, что информация, компрометирующаяся деятельность о отвере автораз появляется строго из одного источника. Вполне возможно, это чья-то сознательная, не побоюсь это слово, подрывная деятельность, направление главным образом на дестабилизацию обстановки внутри коллектива. Руководители предприятия утверждают, что все обязательства перед работниками они выполняют и готовы доказать это документально. Официальная реакция прокуратуры пока не последовала.